Читань Чандричаран Прабху прочитать лекцию по 26 стиху 9 главы Бхагавадгиты. Харе Кришна, спасибо большое. Так, Бхагавадгита, как она есть? Девятая глава, самое сокровенное знание, текст 26. Патрам, пушпам, пхалам, тоям, йоме, бхактя, праяча, ти, тадам, бхактю, пахритам, ашнами, прая, татмана, патрам, лист, пушпам, цветок, пхалам, плод, тоям, воду, ях, который, мне, мне, бхактя, с преданностью, праяча, ти, предлагает, тат, то, ахам, я, бхактю, пахритам, предложено с любовью, преданностью, ашнами, принимаю, праята, атмана, от того, чьё сознание чисто. Перевод текста. Если человек с любовью и преданностью понесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Это уже девятая глава Бхагавадгиты. Здесь прояснены многие фундаментальные истины, уже восемь глав сказано. И, конечно, нужно изучать последовательную Бхагавадгиту, не с девятой главы, а начиная с первой, с обстоятельств. Что нам принесет умиротворение, сначала нужно понять. В жизни мы не видим мира ни вне себя, ни внутри себя. Материальный мир – это кунтха, беспокойство. Со всех сторон. Всегда. В семье, на работе, в погоде, на улице. Перемены. Неожиданности. Сложность на каждом шагу. И чем больше мы принимаем ответственность за свою жизнь, тем больше мы ощущаем, насколько трудно жить в этом мире. Нести ответственность за свою жизнь, за жизнь близких людей, за жизнь общества, за все на свете. Очень трудная задача. И это первая глава Бхагавадгиты. Нужно осознать, что жизнь полна страданий. Особенно это касается близких людей. Это источник страданий. Там Арджуна говорит в первой главе, что я не могу сражаться с близкими людьми. Но это воин, поле сражения. Мы не на поле сражения, но мы тоже сражаемся, мы спорим. Мы сражаемся по-своему тоже. И в конце концов, все в итоге разрушается в нашей жизни. Счастье разрушается. Вера разрушается в жизнь друг друга. Мы ищем еще что-то. И там тоже разрушается. И еще что-то. И тоже разрушается. Может мне вообще уйти в монастырь? Арджуна говорит. Мы знаем, что люди разочарованы глубоко в жизни. Они склонны уйти. Просто уйти от жизни. В монастырь или в тайгу куда-то они уходят в России. На северную часть Байкала уходят люди. Там, где вообще нога человек не ступает. И даже до сих пор там живут какие-то поселения верующих людей, которые не хотят связываться с этой цивилизацией. Там тоже трудности. Все равно трудности есть. И как же вот начать нормальную жизнь, если мы окружены всегда беспокойствами? Ну, в шестой главе Кришна Катаржуни уйди подальше в священное место и займись аштангой йогой. Уйди на месте. Но это мы тоже сегодня не можем применять. Нам некуда уходить. Нет таких мест. И мы не знаем, что такое аштанга йога. Толком. Мы очень поверхностно знаем, что такое йога вообще в этом мире. Люди практически не имеют представления серьезного об этом процессе. Тоже невыполнимо. Так что же делать? Уйти невозможно. И не уйти. Беспокойство. В чем же выход? Где умиротворение? Мы ищем мир умиротворения. Да. Вторая глава Багалдиты. Если ты достиг такого кризиса в своей жизни, как Арджуна, это случится с каждым рано или поздно, начни все заново. Не с этих отношений, которые есть. Не с этих обстоятельств, которые существуют. Уже. Ты уже не находишь них выхода. Не с этого начни решать проблемы. Начни все заново, изначально. Представь, что сейчас, вот сейчас, в данный момент, ты только появился на след. Открой глаза вот от этих проблем. Посмотри на мир заново. Какой твой первый вопрос? Кто я в этом мире? Вот с чего начни. Вот в чем твоя ошибка была. Ты запутался в себе. Тебе снова нужно вспомнить прописную истину. Кто я? С этого начинается уже вторая глава решения. Как только ты сможешь принять этот постулат, свою истинную сущность, утвердиться в ней, что ей есть душа, начнется третья глава Багавадьида. Без этого она не начнется. Для кого-то не началась даже первая глава Багавадьида. Люди многие не понимают, что не страдают вообще. Для кого-то не началась еще вторая глава Багавадьида. И еще не каждый уверен, что есть душа. Тоже смутный вопрос для большинства людей сегодня. О чем говорить третья, четвертая, пятая, шестая, восьмая, девятая глава Самое Скровенное Знание. Боже мой, куда мы пойдем? На какой этаж мы пойдем? Мы еще не поднялись на второй этаж, может быть. Еще не на первом этаже. Здесь начинается предложение, комментарий. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители, о чем люди понятия не имеют, и даже не верят в это. И чтобы достичь, тут говорится, и обрести вечное счастье, не умещается в сознании обычного человека. Разумный человек должен развить себя в сознании Кришны. Вообще ничего не понимает. Занимаясь трансцендентным любым служением Господа. О, Господи, Боже мой. Вы издеваетесь над нами, что ли? Да я не верю ни одному слову вообще. Тут уже выводы какие-то. Это как я однажды был на телевидении в каком-то городе, и там меня забросала вопрос одна очень любознательная журналистка. Она не успела получать ответ, как создала следующий вопрос. Я говорю, надо сначала усвоить первый ответ. А вы еще его не усвоили. Вы еще не поняли. И вы уже задаете следующий вопрос. Третий, четвертый, пятый, десятый. Это невозможно так вести беседу. Сначала нужно утвердиться в ответе, в знании. Если вы не познали, что есть душа, о каком вообще развитии может быть речь вообще в дальнейшем? Если вы никогда не читали священных писаний, мы говорим, люди, то как вы вообще можете начать какую-то нормальную жизнь в семье, на работе, в обществе? Как вы вообще можете рассчитывать на какой-то успех, если вы никогда не касались священных книг, не познавали заповеди серьезно, глубоко, не изучали эту сторону жизни? На что вы рассчитываете тогда? Вы идете к психологам, к врачам, просто к старшим людям, или к богатым, нанимаетесь на работу и думаете, это вам поможет? Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, то есть вечное счастье, хорошие результаты, очень просто, но совсем уже. Оказывается, все это очень просто. Не просто, просто. Знаете, пропадки слова используют в лекции, когда говорят о преданном служении, которое вот вершина йоги, это сложный момент, чтобы объяснить его философски, это философский сложный момент. А потом пропадок вывод делает в той лекции, когда описывает практику преданного служения, представляет ее, пожалуйста, а потом говорит, это может сделать любой дурак. Так, глупец, дурак, то же самое. Любой дурак это может сделать, очень просто это сделать. Зачем, что это столько много философии, исторических глав Бхагавадьи, это потому что... Потому что ум мешает это сделать. Сделать это несложно. Разве сложно опять, говоришь на мантры? А что не поет? Не поют все? Вся ламата почему не поет? Только к злокарат все. И некоторых районах ламаты. Почему все не поют? Ум мешает. Они что-то думают об этом, верно же? Вот почему сложность, видите? Сложность-то вся в уме находится. Но об этом уже говорилось в шестой главе Бхагавадьи. Тьяна-йога. Как контролировать ум? Как принимать хорошие вещи? Безусловно, не обдумывается. Они же хорошие, зачем обдумывать? Принимают. Если вам дают хорошее блюдо, вы же не обдумываете долго, когда вы голодны. Просто едите. И обычно, когда уже наелись, спрашиваете, а как это приготовлено? А потом, когда уже удовлетворены, тогда есть вопросы какие-то. А если вы не удовлетворены, если вы голодны, вы спрашиваете, из чего приготовлены, какие специи? Вам дадут ответ, а вы будете удовлетворены. Почему? Вам же ответ дали. Потому что его голод не прошел. Нужно удалить голод сначала. А как? Пойте, Харе Кришна. Ешьте, Харе Кришна, красава. Но здесь, как бы, ну, текст фантастический. Простые вещи проще не придумать. Листок, цветок, плод, немного воды. Или немного воды, если этого ничего нет. Нет плода, фрукта. В Алматы? Нет, в Алматы есть фрукты. Круглый год. Ну, а когда-то мы жили на Крайном Севере, там были сезоны, когда фруктов вообще никаких не было. Они там не растут. Там по сезону, они по навигации. Навигация означает, что есть транспортные судна, суда. То есть через пролив нужно было провести всю эту провизию на север этого острова. И вот в этот сезон есть, например, яблоки. Все. Они быстро кончаются за месяц, и вы ждете следующей навигации. Поэтому в данном случае, ну, вот иногда нет никакого плода. Только картошка. Корнеплод. Здесь плод, значит, корнеплод. Но даже, может, картошку предложить. Почистить ее как-то, помыть. С любовью и преданностью предложить Кришне. Можно сырую картошку предложить. Вареную. Можно пюре. Можно пожарить. Ну, и если этого ничего нет, вы уже дошли до крайней точки. Немного воды найдите. Ну, должна же быть какая-то вода где-то хотя бы. Но предложите Кришне и все, что нужно, все, вы достигаете совершенства. Разве это шутка? Это не шутка. Просто это нужно делать регулярно. Хотите пить? Кришне предложите эту воду. И все. Вы все равно будете пить ее. Вы все равно найдете для себя эту воду. Для себя эту пищу найдете. Это не какие-то лишние усилия. Лишние усилия заключаются в том, что только с любовью предложить ему, и все. Вот чуть-чуть любви отдать ему. И все, все. Ему не нужна эта вода или цветок. У него достаточно плодов и цветов. Он весь утопает в цветах. Боже мой. В золоте, в роскоши. И он еще что-то просит у меня. У меня тут с фруктами проблемы бывают. А он там утопает в роскоши и в золоте, и он у меня просит фрукты. Нет. С любовью. Я, говорит, неиспременно приму его подношение. Хотя в этом нет нужды. Но я непременно приму. Хотя ему не нужно. Почему? Потому что есть любовь. Это единственное, что ожидается от нас. Бхакти-йоги. Все остальное просто придет само по себе в свое время. Набраться нужно терпения. И воспользоваться этим методом может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. Единственное, что для этого необходимо, стать чистым, преданным Господа. Неважно, кто вы. И какое положение в обществе занимаете. Метод настолько прост. Что даже если человек поднесет Всевышнему листок, плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрететь сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства вечной жизни, блаженства и знания. Кришне нужна только наша любовь и преданность. И больше ничего. От чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но ничего не возьмет у того, кто ему не предан. Кришне ничего и ни от кого не нужно, ибо он самодостаточен. И все же он принимает подношение преданного, отвечая на его любовь и преданность. Чем же он отвечает? Я предлагаю ему один фрукт. Где он отвечает? Один фрукт и остается, например, не два. Если бы я предлагал фрукт один, обратно повышал бы килограмм фрукта, было бы выгоднее. Я бы это, конечно, делал. Я бы мог тогда торговать успешно. Ну а если я предлагаю ему фрукты, тот же самый фрукт остается. Опять вы шутите с нами. Ничего же не происходит. Но рекомендовано в ведах не только это. Если мы не готовы принять вот этот момент, понять его, хорошо, ладно. Мы не видим Кришну, да. Есть сомнения, ладно. Мы не знаем, что Бог – это Кришна, и что Кришна – это Бог. Может быть, мы и не знаем, что это как-то связано с истиной. Тогда говорится так. Ты принимаешь гостей? Ты готовишь обед дома, да? Приглашай гостей. Разили трапезу с гостем. Бесплатно. Это не столовая. Просто гости. Гостеприимство. Просто бескорыстно. Пригласи гостя. Накорми его. Но я же убыток понесу. Ну, почему люди ценят это? Они и ценят гостеприимство. Потому что мы что-то получаем большее. Получаем отношения. То есть мы получаем друга таким образом. Дружки настроены по отношению к нам доброго человека. Если просто угощаемых хорошей пищей, приготовленной с любовью и в качестве гостеприимства, служения еще. С почтением это делает. Великое дело. Оказывается, этот незнакомый даже человек становится для нас близким. У нас появляются добрые, человеческие, глубокие отношения. Если это делать регулярно, мы вообще сближаемся, как одна семья. Написано на ведах. Семья, одна из связующих семью, это пища. Одна из главных связующих, общих вещей. Общая пища. С кем вы разделяете трапезу, становится частью вашей семьи. Вот гость, когда он переходит, становится частью вашей семьи. Лучшей частью семьи. Представитель Бога называется. Почему? Отношения. Тут мы начинаем понимать Бога. Что же такое Бог? Это отношения. Это любовь. Мы отдаем любовь ему с этим фруктом. И получаем еще большую любовь от него. Это ничем не заменить. Никакими фруктами, никакими деньгами. Это не есть деньги, где приобрести по-другому. Это любовный обмен. Это доказательство того, что это факт. Любовь растет. Значит, есть ответ. Каждый предан это знает. На своем опыте. Всегда. Каждый день. В этом стихе дважды потреблено слово Бхактии, чтобы подчеркнуть, что Бхактии, преданное служение, единственный способ приблизиться к Кришне. Только преданный, а не браман, не богач, не великий ученый или философ может заставить Кришну принять его подношение. При отсутствии главного Бхактии ничто не может заставить Господа принять любое подношение. Кого бы то ни было. От кого бы то ни было. Бхактии не зависит ни от каких условий и существует вечно. Это акт служения абсолютному целому. Но если что-то предлагается с любовью, например, нам что-то предлагают с любовью, или мы предлагаем что-то из любви и благодарности, и человек отказывается, это считается сграблением. Это серьезная ошибка. Если там есть любовь, вы не имеете права отказать от любви. Ни в коем случае. Должны принять это. И принимая эту любовь, вы чувствуете спонтанно, что у вас есть ответ. Естественно это происходит. Это естественный процесс. Ненадуманный процесс. И вы также хотите сделать дар в ответ. Либо хорошие слова. Либо признательность в сердце. Либо вы берете какой-то предмет, или собственность какую-то, не знаю, чем-то делитесь с человеком. Помогаете, когда нужно, готовы всегда помочь такому человеку. Это называется бхакти. Самое ценное, что есть у нас в жизни, это бхакти. Сейчас, говорится, она дремлет в сердце. Не проявлено полностью. Мы в сомнениях находимся. Кого любить, кого не любить, это дело, знаете, ответственное какое. Не так-то просто полюбить каждого человека. На материальном уровне это рискованно очень. А на духовном нет. Не обязательно любовь демонстрировать. если она есть по отношению к каждому. Нет. Мы любим каждое живое существо, но с тиграми не обнимаемся. Не обязательно проявлять так же, как к человеку любовь. К нему по-другому любовь проявляется. К каждому живому существу проявляется любовь, но по-разному, в соответствии с их положением, их природой, их сознанием. Но основа всего это именно бхакти, любовные отношения. И что же произойдет, если Кришна принимает это подношение, и мы чувствуем эту возрастающую любовь с Ним, возрастающие отношения, углубляющие отношения с Богом. Да, да, мы ощущаем. Это распространится через эти отношения на все наше окружение. Называется снега, на самом деле. Нежность будет истычать это сердце по отношению ко всем. Снега – это нежная любовь называется. Неактивная. Просто нежная любовь внутри. Вы смотрите на всех с этой любовью. Просто смотрите, думаете во всех. Вот в таком настроении. Если человек так настроен, то все, что необходимо ему для жизни и для деятельности, приходит само по себе. Естественно, не задумываясь, происходит взаимоотношение. Что правопады дают лекции в бесценных дарах, в том магазинчике, начинают свою проповедь этим молодым людям хиппи, американским. Кто такие эти хиппи? Ну, они живут. Невероятно, какими стандартами пользуются хиппи. Они моются, они не моются и могут не стирать свои одежды. Они приходили с длинными волосами, где были вши. Ну, они бездомные люди были. Молодые, но такого рода. Наркотики регулярно принимают. Собственно, они этим и жили. Искали в себе что-то, хотели открыть при помощи психотерических опытов. Правопад начинает там воспевать, проповедовать. Поет с ними киртаны. Читает Бхагавадди, отвечает на вопросы. В конце раздает какой-то фрукт, разрезает на части, больше ничего нет, по кусочку всем раздает. Вот такой обмен, такой обмен. Ничего замены не потребуют. Просто с уважением дает им самые ценные. Они даже его не все понимают. Потому что мы не все понимали, что это и акценты, и философия, и наркотики в голове. Мы почти ничего не понимали. Но мы чувствовали атмосферу какую-то другую. Нас притягивала это место, эта личность. Спонтанно. Не задумываясь. Бхагавада имел такую нежную любовь, которую он просто провел простым таким образом. Но у него не было никаких негативных мыслей даже. И на сердце не было ничего против этих людей. Он их любил, но не показывал этого, так, как они это видели, понимали. Через какое-то время философия снова приходит дать лекцию. На полу ковер. Чистый. Там, где он сидел обычно, возвышение кто-то сделал, принес, схватил. Покрыл ковром. Шторы на окнах. Вау. Для хиппи. Чудо какое-то. Что еще? Картина появилась, не стоя на стенах. И все безумно ждали реакции Пхархупада. С волнением. Он посмотрел, он сказал, это все сознание Кришны. Вам никто этого не говорил, не приказывал. Вы сделали это сами, естественно, из сердца. Вот это сознание Кришны. Вот так нужно действовать, там нужно жить. А что случилось? Пхархупада просто пел киртан, отвечал на вопрос у Бхагавадгити и работал по кусочку яблока, больше ничего не было. И тут много людей захотели помочь ему. Что нужно делать? Пхархупада говорит, я бы хотел, мой гурмагараш, я бы хотел, чтобы мы издавали журналы. А Кришне распространяли знания. Купили типографский станок, нашли деньги где-то. С вами же хочет. Все хотели служить Пхархупаде. Каким образом? Они не сознавали, спонтанно было. Но однажды Пхархупада захотелось, чтобы они осознали этот момент. Осознали бхакти, который мы можем не осознавать, даже имея. Он сказал, понимаете, вот христиане, они распространили свое учение при помощи политических сил. Наверное, в России это было для того, чтобы объединить, централизовать Россию. Христианство помогло в этом, как вероучение. То есть при помощи поддержки политиков, управляющих классов людей, они распространяли христианство. Мусульмане, сражаясь, это делали. Они сражались с эксплуататорами, чтобы установить ислам, преданность Богу. Но я, он сказал, я старый человек, мне нет ни денег, ни политической поддержки, ни оружия. Я могу на вас повлиять политически, экономически или запугать вас чем-то. Почему вы принимаете сознание Кришны так быстро? Да все задумались. Вы же американцы. Почему вы одеваете тхоти, оставляете шики, ставите тилоки? Почему так случилось? Я вас чем-то напугал? Или плачу вам за это? Или еще какие-то есть внешние причины? Никаких внешних причин. А в чем же дело? Это бхакти. Естественно, это происходит. Как образовывается семья? Естественно, что люди начинают любить друг друга. Естественно. Или кто-то заставляет это делать. Нет. Есть естественные как бы энергии в природе, в духовной и в материальной. В материальной мы знаем эти все позывы инстинктов. Хорошо. Они не такие уж возвышенные и не требуют никакого знания, обучения, образования. То есть они в низших энергиях находятся. Животные, люди в этом смысле схожи. Но как действует спонтанно внутренняя энергия, вот этого мы не знаем. Вот это наука. Это нужно познать. Что же такое душа? Душа это есть спонтанная сила. Это есть частичка этой любви. Это есть энергия бхакти. Садчит ананда. Вечное. Полнознание и полна любовью блаженной. Это природа души. И чтобы понять эту природу, нужно вступить в такие отношения с Богом. Душа она частичка Бога. Ничья больше. Кришна говорит Бхагавадите, все эти души принадлежат мне. Мои они все. Ты думаешь, это твои родственники, он говорит, это Джуни. С материалом точки зрения ты прав, но ты не сможешь решить эту проблему, это стало проблемой. Твои родственные связи, все остальное, они стали источником проблем. Ты не решишь это материальным способом. Нужно вспомнить, что они принадлежат мне, моей частицей. Пхишма это не просто твой дед, нет, это временно, он сейчас сменит тело, он больше не будет твоим дедом, но он останется навечно моей частицей, всегда так было и так будет. Никогда не было так, чтобы ты или я или все эти цели не существовали в прошлом и не будут существовать в будущем, он сказал. Это Бхагавадгита, это только вторая глава. Здесь уже говорится о взаимоотношениях со Всевышним. После восьмой главы, которая описывала достижения Всевышнего. Такие темы тут описываются, достижения. Люди думают, как достичь Бога? Читайте восьмую главу Бхагавадгиты. Но это ничего не понимают. Я даже не знаю, что такое ум, не то, что такое душа. А там при помощи ума это достигается, а я даже ум не могу понять свой, что такое, где этот ум, как им пользоваться. через большое количество времени медитации йог начинает сознавать, где находится этот ум вообще у него. Кто он такой? И есть ли сила, которая поможет им управлять этим умом, потому что он захватил все во мне, в полную иллюзию ввергает, что этот ум и есть я. Я, как будто, принимаю решение. Нет, это ум принимает решение. Ложные всегда. Если он не руководствуется сверхдушой или духовным знанием, всегда ложное решение. Это враг твой, злейший враг внутри. Но я не могу его увидеть. Мне кажется, это я все придумал, я все планирую, я все делаю. И когда что-то получается, я говорю, вот я сделал, я придумал, я говорил об этом, я сделал. Я прав. Слушайте все. А когда что-то не получилось, я говорю, это вот из-за тех людей. Не я, не, другие помешали мне, испортили все. Это, говорит, ум. Была одна история, связанная с говидным гаражем, и она смешная. Он еще был забрамочарен, говорят, эта история была. Один преданный, вот где это было, не помню, то ли Австралия, не помню, где это было. Один преданный вырастил тыкву. И, значит, росла тыква, росла, росла на 200 килограмм. Ну, то есть, тыква была фантастическая просто. Вы удивились, верно? Вот этот преданный ходил, всем говорил, какую-нибудь тыкву вырастил. И там говорил про тыкву, и там про тыкву, только вот тыква катха, кругом было. Гавина Магараш, он большой юморист, это его духовный брат, но он решил подшутить над ним хорошенько. На следующий день у этого преданного, кто тыкву вырастил, был класс багова там в храме, то есть там асана, все как надо, микрофоны, там божества, все как надо. Гавина Магараш подговорил преданных. Они принесли эту тыкву, положили на вес асану. И утром преданный приходит на класс бага, там тыква стоит, лежит одна асана. Борьба с умом, видите, чтобы что-то понять. Нам нужны примеры жизни какие-то. Мы так обусловлены умом, что мы не понимаем, даже когда нас поправляют, мы не понимаем, ну, с чего ради, да все нормально. Да все я сделал, все реально сделал, почему меня критикуют вообще? Я не могу сделать толк. Вот злые языки, а? Вот всегда критикуют, вот завидуют меня. Это ум говорит. Поэтому мы проходим через какие-то жизненные примеры, которые нас сбивают с толку. И вот первая глава Бхагавадгиты очень сильно показывает это, как сбивается с толку, настолько, что человек даже не знает, как жить дальше вообще. И почему он пришел к такой ситуации невыносимой в жизни. Ум привел твой. Твой ум, собственно, делал этот выбор. Твой желание и ум. Желание, эмоции, мысли, планы – это твой ум, который подчинил даже твой разум, оторвав его от Бога, от Священных Писаний. Ведь о цели жизни говорят только Священные Писания, больше никакие Писания не говорят. Ум этот не знает, понятия не имеет. Бога нельзя придумать. Невозможно придумать религию человеку. Религия от Бога – это религия для всех живых существ. Мы даже не знаем всех живых существ, все эти виды. О какой религии может быть и речь? Мы говорим только о человеческом благополучии. Думаю, вот это религия. Гуманность к человеку, благополучие человека, экономическое представление для человека, счастье для человека. А как же остальные живые существа? Об этом Бог думает. Видите, вот это религия. Обо всех сразу. Благополучие Вселенной. Кто об этом может подумать? Человек это может сделать? Нет, 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 нет. Но он такой гордый, такой надменный. Ради благополучия человека он эксплуатирует, уничтожает другие виды жизни. Очень серьезное дело. Это враг. Враг природы. Враг самому себе. А кто? Ум человеческий. Поэтому в шестой главе это уже описывалось. Но в седьмой главе описывалось великолепие Абсолюта. Познание Абсолюта. Что же такое абсолютная истина? Восьмая глава. Достижение Абсолют. Девятая глава. Самое сокровенное знание. Все прощающие могущественные силы. Не то, что он такой далекий, великий, беспощадный, знаете. Ну, кто мы такие? Мы кругом несовершенные. Мы не можем вот этим своим несовершенством как-то обратиться к нему. Невозможно, да, соизмерить наш уровень, с его уровнем. Нет, все прощающие. Милостивые. Смотрите, предложи мне просто воду, листок, плод, цветок, что-нибудь. Любви. Дай сколько можешь. А я возьму это с благодарностью. Я буду вечно тебе благодарен за этот фрукт. Никогда не забуду. Кришна никогда не забудет этого. Он совершенный. Он ничего не забывает. Мы должны понять, что мы к Богу обращаемся, а не к человеку забывчивому. Или к завистливому человеку. У него нет зависти. Поэтому он говорит, дай мне немножко твоей любви, и я становлюсь твоей собственностью. Это ответ. Это ответ Бога. Я в твоем сердце буду прививать вечно. Ты узнаешь об этом. Когда Ваманадеф обманул Бали Махараджа, забрав все три царства мира, трепланетные системы. Он его столкнул в Патало Локу. Ну, там были причины. Но затем он стал дворецким у его дворца. До сих пор он там. Ваманадеф. Он служит дворецким Бали Махараджам, у которого он забрал все эти царства и столкнул в Патало. Потому что Бали Махарадж обещал ему эти три шага земли. Отдал эти три шага земли. Он не ожидал, что, конечно, это верховная личность Бога, что эти три шага земли он заберет все двумя шагами. Ваманадеф забрал всю вселенную. Двумя шагами, на самом деле. Потом сказал, ты меня обманул, Бали Махарадж. Ты обещал три шага, отдал только два. Ты не сдержал обещания. Но Бали Махарадж, он, это визитская культура. Все великие люди сдерживали свои обещания. Иначе он не признавался великим. Потом Бали Махарадж сказал, нет, я не обманул тебя. Ты можешь сделать третий шаг на мою голову. Я себя отдаю вместе с этими двумя шагами в этом случае. Но я не нарушу обещания. Шагай на мою голову. Вот он шагнул эту голову, столкнул его в поталу, отобрал все три царства. Но поскольку он пожертвовал ему свою голову и все эти, все свои миры, он стал его слугой. До сих пор он там у его дверей. Дает ему советы и охраняет его царство. Это Верховный Господь. Где вы найдете такую личность еще? Среди людей не ищите. Примечу то, что есть и хватит. Не мечтайте слишком здесь. Любовь для Бога, для Кришны. С человеком все гораздо проще. Просто не нужно быть эгоистом и все. Просто каждый должен предлагать листок, цветок, плог, немного воды, Кришни каждый день и все у нас будет хорошо. У каждого. Все мы будем нормальными друзьями, нормальными людьми. Этого достаточно. Но в этом тексте содержится содержание всех восьми предыдущих глав. не упрощает это все. Кришна не человек. Кришна это Бог. Поэтому это особый акт, это не просто цветок. Это не просто плод. В этом заключается вся наша жизнь в этом цветке будет. В этом фрукте, в этой воде. Это имеет непревзойденную ценность в вечности. В вечности. Когда-то Кришна возвращался с Дашаначакру на свой палец. Она неосторожно приземлилась на его палец и порезала. Пошла кровь. Адруопаде увидела это? Адруопаде было свадебное саре. Значит, только свадебное саре для индийской женщины. А она его хранит всю жизнь в свадебной саре. Все время предхраняется. А она передаст по наследству своей дочери и так далее. Это свадебная саре. Это священно. Даруопаде когда увидела рану на пальце Кришны, она изнутри взяла саре, разорвала его вот так вот. Взяла кусок и забинтовала, так сказать, палец Кришны. Кришна это увидел и был очень удивлен. Вот это любовь. У нее есть муж теперь молодой, она молодая жена, у них медовый месяц. но ее любовь ко мне не уменьшила, смотрите, от этого. Она не забыла меня. Она пожертвовала своим свадебным царем вообще. Он просто на это посмотрел и запомнил и никогда не забыл. И когда душа хотели раздеть Драупаде прямо на собрании перед всеми царями мира, эти негодяи решили так поступить с ней, чтобы окончательно разрушить все основы для царствования пандавов, если раздеть Драупаде, все, ничего не будет. Кришна не присутствовал там. Драупаде отбивалась как шетрика своими силами. Она ударила душа, она туда же упала. Сильный воин, она тоже была сильной женщиной, но он все равно был сильнее. Он таскал ее за волосы, представьте себе, по полу. В конце концов схватил царь и стал срывать ее царь уже. И тогда она поняла, что она не сможет свою честь защитить. И пандавы, и мужья не способны сейчас ничего сделать, были повязаны правилами. Она сказала, О, Говинда, я предаюсь тебе. И тут же эта царь встала бесконечно. И стягивала, и стягивала, и стягивала, и стягивала. Гора царь и это конца не было. и все осознали, что происходит в какой-то момент. И душа так стала страшно стыдно. Вдруг он понял, что происходит. Все прояснилось. Он больше не мог прикоснуться к ней. Это трансцендентная чистота. Эта женщина, она непосредственно служит Богу. Боже мой, как можно было вообще прикоснуться к ней? А просто Дрогопаде когда-то ранку завязал у Кришны на пальце. Он не забыл? Такие истории рассказывает Асмахапхара. Много деталей, которые связаны с Кришной, с Пандавами. Очень много там интересных наставлений и примеров для нашего вдохновения. Но стих звучит очень просто и выполним каждым человеком. Какая-то любовь всегда есть у нас к себе, она всегда есть любовь. Не то, что нет любви, она есть. Мы немножко от себя эту любовь отрываем Кришне. Провозгласив себя единственным наслаждающимся предвечным Господом и тем, кто в имя кого совершаются все жертвоприношения, Господь говорит здесь о том, каких жертв он ждет. Тот, кто хочет заниматься преданным служением Господу, чтобы очиститься и достичь цели жизни, трансцендентного любовного служения Богу, должен прежде всего выяснить, чего от него хочет Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда преподносит ему то, чего он желает, и никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет и о чем он не просил. Так Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу, яйцо. Видите, в тексте нет этого. Если мне предложишь рюмку водки, шашлык, бишбармак с бараниной, нет очень названия, видите. Будем читайте внимательно. То есть, конечно, эти ингредиенты предлагают, но богине Кали. Но, как мне объяснили в Индии когда-то, что даже богине Кали не касается этих вещей. Оказывается. Это принимает ее окружение, духи и привидения. Вот какая картина. Богиня Кали, она не мясоедка, она супруга Господа Шивы. Это великие вайшнавы. Это все великие души. Если бы он хотел, чтобы ему предлагали их, тот сказал бы об этом. Вместо этого Господь просит предлагать ему листья, плоды, цветы и воду и говорит, что примет их. А сюда следует, что он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца, овощи, зерно, фрукты, молоко и вода, предназначенные в пищу людям, самим Господом Кришной. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, ибо он не принимает их. Поэтому, преподнося Господу такую пищу, мы перестаем действовать на уровне любовного преданного служения. В тринадцатом стихе третьей главы, Шикришна говорит, что те, кто хочет духовно развиваться и освободиться из материального плена, должны питаться только остатками жертвоприношений. Те же, кто не предлагает ему свою пищу, говорит он в том же стихе, едят один грех. Иными словами, с каждым съеденным кусочком они все сильнее запутаются в сетях материальной природы. буквально как карма накапливается незаметно, с каждым кусочком прибавляется эта запутанность. Если сознание достаточно чистое, каждый это может почувствовать. Если вам предложил пищу какой-то человек непреданный, вы все-таки как-то из уважения съели кусочек этой пищи, вы сразу почувствуете, что ваше сознание изменится. В ту же секунду почувствовать. Когда мы стали это как-то уже различать, мы поняли, что хлеб из магазина брать не стоит. Это затуманивает сознанием. Однако тому, кто приготовил вкусные и незамысловатые вегетарианские блюда, ставит их перед изображением Господа Кришны и, склоняясь перед ним, просит Господа принять во скромное подношение, обеспечено духовное совершенствование, телесная чистота и ясность мыслей, которые приходят в результате развития тонких тканей мозга. Главное, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой всего сущего, Кришна не нуждается в пище. И все же он принимает ее от того, кто желает таким образом доставить ему удовольствие. Самое важное приготовление, раздача и предложение пищи действовать из любви к Кришнею. Также Махабхарти говорит, что пища, поданная без любви, не является нашей пищей. Мы не должны принимать такую пищу. Наша пища это тоже любовь. Мы по образу и подобию созданы. Такая пища не принесет удовлетворения и счастья, только набьет желудок. А что означает желудок? Не желудок, гениталия. Вот что это означает. Воспудит гениталию больше ничего. Это просто кармическая пища. Грех называется. К греху тяга появится еще больше. Мы едим, здоровые, чего еще не хватает? А вот чего-то не хватает. На гениталии давит эта пища. Просад, он возрушает сознание. Обычно кармическая пища вниз опускает, нижние чакры. Так, технически, если говорить. Философы и персоналисты упрямо твердящие, что абсолютно истинно нет органов чувств, не в состоянии понять этот стих Бхагавадхитвы. Для них это либо метафора, либо свидетельство того, что Кришна, поведавший Бхагавадхитву, был обыкновенным человеком. Однако, на самом деле, Кришна Верховная Личность Бога обладает чувствами, которые, как сказано в Писаниях, универсальны. Иначе говоря, каждый из его органов чувств может выполнять функцию любого другого. Именно это имеется в виду, когда говорится об абсолютной природе Кришны. Не будь у него органов чувств, его едва ли можно было бы считать совершенным. В седьмой главе Кришна объяснял, что он оплодотворяет материальную природу, помещая в нее живых существ. Он делает это просто окидывая ее взглядом. Точно так же в данном случае, слушая обращенные к нему слова любви, с которыми преданный предлагает ему пищу, Господь тем самым ест ее и ощущает ее вкус на слух. Это необходимо подчеркнуть особо, поскольку Кришна абсолютен, слушая, он пробует и вкушает пищу. Только преданный, который принимает Кришну таким, как он, описывает себя сам, без собственных толкований, способен понять, что Верховная абсолютная истина может вкушать пищу и наслаждаться ею. На слух просто может съесть эту пищу. Весь вкус вернулся. И вкус улучшается всегда, когда он предложен, естественно. Практически он не меняется физически. Но добавляется Кришна. А если к чему-то добавляется Кришна, это становится трансцендентным, блаженным. Любая вещь. Прохлад Махараджи ему приходилось пить яд от отца, когда он хотел травить его. Он предлагал Кришне это. Выпивал как нектар. Такие примеры. Также есть примеры исцеления черном ритой или просадом. Нужно исцелиться. Вопрос нашего сознания, конечно же. И веры. Читаем черном ритой целая глава посвящена освященной пищи. Очень сильная глава. Очень сильная. Там доказывается, что пища предложенная Кришне это сам Кришна. Нет различий с этим. Когда были в Джаганатахпуре, последний раз, по-моему, с Маджи Мадакинь мы принимали просад. Каждый день просад Господа Джаганат из храма. Как раз читали эту главу Читань Чаритамрит одновременно. Принимали этот просад и читали главу Читань Чаритамрит. Это было удивительно. Ну, то есть не требовалось никаких доказательств, что просад Господа жена. Ничего небольшого добавило нечего. Так все, как там было написано. Так все и было. Если мы серьезно отнесемся к приготовлению просады, распространению просада, это тоже целая миссия жизни. Одна из самых важных миссий жизни. Шалапрупада, когда проповедовал в Нижнем Нью-Йорке, то философию с трудом понимали преданные, конечно же. А хиппи, которые жили вокруг, тем более, они даже не приходили на лекции многие. Но Пропад распространял просад по всему району, кварталу. То, что преданно вспоминают. Главное было служение распространять просад. Мы спасли много жизней таким образом. Многие жизни мы спасли просто просадом. Причем круглые сутки люди стучали в двери полусумасшедшие от наркотиков и просили спасите меня, спасите меня, спасите меня. Их усаживали, кормили просадом, они там засыпали, просыпались, кормили просадом, приходили у себя и уходили. Мы спасли многих людей. Именно просады. Не требует каких-то умственных усилий принимать просад. Очень могущественное оружие против в мае. И пропадыш делал Глабджамуны, конечно же, и назвал их пулииском. Не подозреваете, что берите Глабджамун сладкий и наповал все Харе Кришне. Незаметно совершенно. Путь к сердцу лежит через лудок. Это работает. В другом месте пропадыш говорит, Сознание Кришне это кухонная религия. Просто готовьте много-много, предлагайте хорошую пищу, освещенную пищу и распространяйте, пусть люди едят. Я сбежал с работы, ну как, я отпросился с работы суточной. День 500-летия господочитания это было. А я был на сутках. А господочитание 500 лет, гору Пурнима. Я не мог на работе оставаться. Я пошел к начальнику и сказал, я ухожу. Что хотите, я ухожу на 2 часа. Ну иди, все, что-то случилось у тебя, без разговоров. Вообще отпустить невозможно было. Это же суточная работа, пожарная охрана. Что с начальником сделать, если вдруг сейчас будет пожар, меня не будет, скажем. Знаете, что с начальником сделают? Ну все, что угодно. Но он не отпустил. Там 2 часа, пожалуйста, только не больше. Я не помню, о чем мы там говорили, что-то читали черетами, господи, читали, это я плохо помню, что-то читали, читали, я помню пир. Скатерть на паркетном полу, помню, и там приятно стали приносить все. А особые блюда, все старались к этому дню, явление господи, читание, что-то сделать необычное. По кухне там были и пури, и самоз, и сладкий рис, вот этот морковь в молоке, который я до сих пор делаю, именно с того дня. Иногда я делаю, потому что мне напоминает тот день. Ну все там было, рис, дал, самозы, там, радхвалабхакачори, там, аллопатры, такие названия, знаете. Я помню, как мы все это ели в экстазе, смеялись, шутили, читали, пели, два часа пролетело, во-о-о-о, я пришел через три часа на работу. Но что случилось со мной? Я не знал, что так будет. Я увидел этот просад, от него все светится просто. Я сам светился. Чувства светились. А у меня предные меня увидели, говорят, это особая милость, Господи, читание. Ты знаешь, этот просад, мы не должны есть сами. Нужно как можно больше готовить в этот день, и чтобы как можно больше людей попробовало его. Это освященная пища особой милости в такие дни, 500-летие Господи, читали. И там, что осталось на скатерти, объедков было много. Крошки, объекты, от самоса, покор, вот все такое. Я думаю, надо распространить. У меня не было в голове больше ничего, просто надо распространить этот свет. Я совершенно не смотрел на форму уже, я видел суть, как бы так сказать. Я взял пакет какой-то и туда все, от этого все, со скатертия собрал, и туда, и радостно бегу на работу. Свой караул кормить, значит. Они меня встречают, все каким-то как-то странно, молча, так смотрят на меня. И начальник тоже так смотрит на меня, все молчат. Я говорю, я не пьяный. Сразу. Я говорю, вот вам принес угощение с праздника. Все поселили на пакет, но меня еще раз. Я захожу в комнату, на стол прямо к начальнику, на стол пакета такого разворачиваю, показываю всем объедки, крошки. Говорю, ешьте! Они не смеялись смотреть на меня, на этот пакет. Они были перепуганы до смерти. Ну что ты с ним? Тури под наркотиком. Ну что ты? Он безумный. Я взял туда крошку, бросил в рот. Говорю, ешьте. Я говорю, и один из них еще раз на меня посмотрел и подошел к пакету, так заглянул, и как-то он, знаете, вот так вот, двумя пальцами что-то взял, так вот, посмотрел и положил в рот. Когда он почувствовал вкус, взял пригоршню и стал есть. И вот все остальные как будто оторвались после этого момента, к этому пакету просто разодрали его на часть и все подбили до крошки. Потом говорят, а что это было? Что это такое? Из чего? Кто готовил? Почему? Мы, говорит, никогда такого не ели. А это был простат, Господи, это считание. Но я вам скажу, преданные очень серьезно относились к приготовлению. Стандарты, чистоты и прочее. Они даже специальную одежду одевали для приготовления, не готовили обычной одежде. И, как правило, повар всегда делал омовение перед тем, как пойти на кухню, полное омовение. В то время такие стандарты у нас были. Было очень серьезное отношение. И, конечно, просад был просто, знаете, ну, очевидно, да. Хорошо, мы прочитали стих, комментарии. Можно. дополнять, если хотите. Можно что-то спросить. если подарок дают с любовью, а вторая сторона не принимает это оскорбление, а какие последствия для того человека, который оскорбит? смерть мучительная. А потом на вечного ад, конечно. Это общее же правило, да. Если в деталях разобраться, человек может не понимать, что такое это любовь или не любовь. Он может быть нежественным. Понятно, что такие люди не несут такой ответственности. Мы говорим о преданных. если старший младшему дает, скажем, просад или подарок, нельзя отказывать. Светский этикет здесь неприменим. Если к вам приходят преданные младше вас, вам домой, вы сидите за стол, вы говорите, о, присаживайся, попробуй просад. Говорит, о, нет, нет, спасибо, я не хочу. Это не вайшнавская культура. С радостью сесть и принять хотя бы сколько он может. Это светская культура. О, это ложное смирение, стеснение. Просад предназначен для распространения, не только для поедания. Для распространения. Так же, как Бхага Вадхито, для распространения. И, конечно, мы всегда радости кто-то приходит, чтобы его гостить просадом. Это еще радостнее, чем самим есть за столом. Я извиняюсь, дорогие преды, пожалуйста, поднимайте руки, чтобы мы относили микрофон, потому что те, кто смотрит онлайн-трансляцию, чтобы они слышали ваши вопросы. Спасибо большое. Дорогой гуру Махараш, мои поконы, примите, пожалуйста. А вот у меня брат в Вондоне живет, и он занимается крией-йогой и говорит, вот освобождение можно получить через крией-йогу. Как до него правильно довести? И просадом не могу его кормить, как бы, да, он далеко. Пусть попробует через крией-йогу, дай ему время. Пусть попробует. Пусть попробует. А это вообще возможно? Нет. Ну, попробовать должен, да? Ну, он же верит в это, пусть попробует. Все пути даются кришне, вот эти все ложные пути тоже, потому что мы хотим этого. Он дает боговиду вообще, но раз мы хотим чего-то еще, он дает другие пути, какие мы желаем, но там нет освобождения. Это называется блуждание. То есть, то есть, какой-то маршрут конкретный, что мы хотим, к богу вернуться, тогда есть конкретный маршрут. Вот, что там написано, делай вот так, вот по этому маршруту и придешь к богу, все. Но если я не желаю вернуться к богу, я не принимаю маршрут, я начну просто гулять по жизни, туда посмотреть, сюда, ткри, но йога, такая йога, еще какая-то йога, еще что-то, еще чье-то мнение, все очень интересно. Это блуждание называется, я никуда не приду. Если вы хотите, скажем, мы в Париж заблудились, с Монмарта мы пошли к какой-то другой дороге, помню, мы заблудились, там пять углов, улицы такие с пяти углами, где-то мы заблудились. От маршрута отклонились. В конце концов, стало понятно, что дорогу мы не найдем сами. Адрес нам все-таки успели в карман положить перед уходом на прогулку на эту хозяева. Адрес у нас остался. Но мы даже выговорить не могли это название-то улицы по-французски. Ну, никто нас не понимал. Мы зашли просто в какой-то там магазинчик компьютеров, по-моему, там сидел человек, и мы ему показали этот адрес. Он в компьютере тоже нашел этот адрес, показал, что мы далеко уже ушли в сторону этого всего. И тогда что? Вот, пойдете так, потом так, потом туда, потом сюда, потом там вот такой-то автобус, такой-то номер, все точно, понимаете? И вот вы прибудете вот в то место, куда вам нужно. Если вы хотите вернуться домой в этот забывший, забытый адрес, точно следует этим рекомендациям. Вы не можете что-то придумывать сами. Но если вам дают точную рекомендацию, говорят, вот, пройдешь 100 метров, направо повернешь, там переулок, а там автобус вот номер 3, не какой-то другой. Ездишь ровно 5 остановок, вот под таким названием выходишь. И опять же, шаг за шагом точная инструкция. А я говорю, ну, знаете, вы какой-то, знаете, категоричный на столе не даете. Вы его не знаете, у вас нет отношений, куда вы собрались вообще. Вы будете блуждать просто ходить. Вечно будете блуждать в этом мире. С планеты на планету, куда угодно. Бесконечный путь. Пусть попробуют креугу. Спасибо большое за лекцию. У меня вопрос. Я вот сегодня утром думала, читала вот Шимадбагу там разговоры Дадабараты и царя Рахкогана. И он там рассказывает, как он стал прошлой жизни, как он стал оленем. Очень плохо слышно. Короче, да? Вот так. Вот он, как стал прошлой жизни, Джадабараты рассказывал царю Рахкогану, как он стал оленем. И я сидела, это читала, и у меня такая мысль, что вот мы же обычным людям даем просад, чтобы они не родились животным следующей жизни. А вот царь Рахкоган, царь, говорю, господи, Джадабараты, да, царь Барата, он родился оленем. Это, получается, это его урок, да, ну, как бы, имеется в виду, что он был чистым преданным, и он пал, ну, не пал, а он привязался и стал оленем. Это, как бы, получается, несмотря на то, что у него такая практика была, он стал животным. А мы вот обычным людям даем просад и говорим, что в следующей жизни животным не родился человек. Ну, как бы, вот. Нет, это не автомат на улице с газированной водой. Я помню, как с этой газировкой все сражались. Он нету, бросает, и там, значит, стакан наливается. Иногда бросает и не наливается. И тогда, бш-бш, потекло нормально. Конечно, это личность. Это не просто механизм, с которым мы имеем дело. Съедет просад, и автоматически ты рождаешься человеком. А где твоя свобода выбора еще должна быть? Еще отношения должны быть. Йог может упасть с вершины вообще йоги. С вершины йоги может упасть в самые низшие формы жизни. Учитывайте отношения. Это не механизм. Материальная природа это механизм. А Кришна нет, он живой. Он всегда личностный. Поэтому Ахараджа Бхара это, несмотря на то, что достиг уже практического освобождения. Уровень Бхавы это практическое освобождение. Он влюбился в оленя. Понимаете слово влюбился? Вы думаете, просто так вот, просто гладил и все? Не, 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 не. Бхава означает, что он влюбился полностью. Вот что может случиться с преданным. Любовь, предназначенная для Бога, может обратиться на другой объект с огромной силой. С огромной разрушающей силой, смотрите, в этом случае. Поэтому там Прабхада в комментарии говорит, что при этом нужно быть осторожным. Вы умеете чувствовать любовь, хорошо. Но не забывайте, кто является объектом любви. Кришну мы любим больше всех, сильнее всех. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот в Коране написано, что нет никого, кроме Аллаха, да? Вот когда с мусульманами общаешься, они всегда оперируют эту эту цитату, так скажем. В чем замысел Бога, чтобы это было написано в священных писаниях? Для чего, чтобы сейчас все мусульмане, они кроме Аллаха никого нет. Если ты там даже йогой занимаешься, то они там столько тебе всего скажут, куда ты дальше пойдешь. А что значит имя Аллах? Всевышний. Всмогущий. Сколько вариантов? Ну, в чем противоречие? Я имею в виду смысл Кришны. Он же просто так ничего не делает. Для чего это в священных писаниях? Потому что это же запутывает их. Почему запутывает? Нет, не запутывает их. Ну, потому что они... Они знают, что Аллах Всевышний где путинется. Но они к другим религиям плохо относятся из-за этого. Это неразвитое сознание. Это другой вопрос. Но они не запутаны. Это правильно. Всевышний Аллах. Это правильное имя. Просто у него есть другие имена. 99, еще 100 есть. Тоже написано. Нераскрытое имя. И думаете, у них там нет йоги? Когда они молятся, то же правило предписания. Как сидеть, куда смотреть. Закрыть глаза нужно, так ведь? Какую позу принять? Как вести себя в мечети? Это тоже йога. Это тоже те же самые правила. Ну, а тогда как проповедовать? Сказать, что вы неправильно понимаете? Так же не скажешь? Просто говорю, Бог один. Пусть поймут вот это выражение. Бог один. Это первая заповедь Библии. С чего начинается вообще понимание между людьми? Бог один. Пока они этого не поймут, мы не можем с ними дальше говорить, какие-то знания давать. Бог один. Именно разный Бог один. Эквивалент Аллах означает Дева-Дева, например, на санскрите. Эквивалент тот же самый. К нам приходил один мусульманин однажды просто поговорить по-доброму, но поспорить с нами, а стоять как бы ислам. Он же кришнаитый. Он пришел к нам, послушал Кирта, лекцию прослушал. Все, он очень культурный человек. Потом стал говорить, но ведь у Бога нет лица, там, например, нельзя изображать, да вы изображаете. Потом у вашего Бога кто там окружение, мать есть, но нет равных, нет сотоварищей, нет никого выше него. Он переводил аргументы, которые он понимал. Тогда я спросил его, а кто такой Кришна? Кришна говорит, это обычный человек, исторический приходил, просто обычный человек. Я ему сказал, что да, я понимаю, что есть человек с именем Кришна. Но к кому это имя относится изначально, значение имени, изначально какое Кришна? Он не знал. Я ему сказал, все привлекающие, кто это? Он подумал, вот такой простой, искренний человек, сказал, Аллах, что ли? Сам, сам, сам сказал, Аллах, что ли? Все привлекающие. Он мне впервые такое имя слышал, но подумал немножко, ну а кому еще можно отнести его? Только к Аллаху. Мы на воде шутили с детьми мусульманами, они бегали со мной, мы же настранцы, и все Кришна еды. Они с нами бегают и смотрят, Харе Кришна все повторяет. Мы говорим, Харе Кришна, скажи, молчит. Скажи, Харе Кришну, Аллах, Акбар. Говорим, скажи, Аллах, Кришна, они ха-ха-ха-ха-ха. Веселились так. Они там с ваше хорошо дружат. Они всегда жили в мире до англичан, мусульмане, индусы. И никогда пророк, пророк и его последователи не разрушали религию. Христианскую религию не разрушали. И индусскую религию тоже не разрушали изначально. Они захватывали страны, где была эксплуатация. Богатые и бедные эксплуатировали, рабство было. Вот это они сражались с этими странами. И убивали тех царей. И там установили ислам. Либо, если там были христианские храмы, они рядом строили мечети, не разрушая никаких храмов. Это был изначально ислам. Абу-Бакр был первый халиф, а второй был Ам, нет, Ам, а потом Умар был. Вот этот Умар, он спал на голой земле, возглавлявший всю эту культуру и религию того времени. И когда пытались соседские цари разобраться, в чем же стила этого ислама, почему люди все идут туда и пришли к нему, увидели, что этот халиф лежит на земле, спит, они тогда поняли, в чем дело. Тут все равны. тут познали дух людей, на самом деле. А там они перекрываются и религию, но не эксплуатируют людей. Это история ислама. Изучая ислам, когда ты с ним будешь разговаривать, ты должна больше знать ислам, чем они. Дело в том, что люди сегодня ограниченные знания имеют. Даже называя себя христианами или мусульманами, они не понимают науку духовную. Даже своих писаний толком не знают. Можно Гурм Харач? Спасибо вам большое за лекцию. У меня два вопроса. Один вопрос по Прасаду. Насколько важно то умное настроение, с которым готовится Прасад? Или важнее тот момент, когда мы предлагаем на алтаре? Все важно. Весь процесс важен. Даже начинающий преданный, который еще не имеет глубокого сознания Кришны, готовя Прасаду... Начинающий преданный имеет все необходимое для служения. Кришна наделяет его авансом. Вы же знаете. каждый получал аванс. Почему аванс заканчивается, спрашивают? Работать надо, дорогие. А как аванс заканчивается? Привыкли на авансах. Кто работать будет? И второй вопрос. Вы упомянули стих во время лекции, где Кришна говорит, что не было такого времени, когда не существовали я, ты и эти цари. И в будущем мы продолжим существовать. У меня этот вопрос уже давно, наверное, с самого начала сознания Кришны. Почему-то я только сейчас созрела его задать. Почему все-таки Кришна не выбрал Арджуну рассказать ему первую Бхагавадгиту? То есть он поведал ее Богу Солнца и потом только Арджуне. Если даже какие-то у него были планы, то почему тогда второй раз выбрал Арджуну, а не опять перед неповедом Богу всегда выбирает. Он рассказывает ее Ваосвана, Арджуна где-то был там недалеко. Они были вместе, да. Он всегда Арджуне рассказывает Бхагавадгиту. Это их сокровенные отношения. Харик Кришна Гру Махарадж Огромное благодарение за лекцию. Такой вопрос. Я вот замечаю, что преданные и даже старшие преданные в разных местах воспевая Махамантру на Харинамах, на Киртанах очень часто вместо Рама поют Рамо и более того, я даже заметил, что зависит от Киртани и вот тот, кто поет Рама, все повторяют Рама, а потом, кто произносит Рамо, автоматически все переключаются на, насколько я понимаю, неправильное произношение. Не могли бы вы, пожалуйста, прокомментировать? Если бы только это. А Рамо это нормально еще. Вы не были в Одессе, нет? там язык Ория называется. Я не смогу повторить, как они мантру повторяют. Как Шарила Павпада остановил Харинаму из-за этого однажды. Да, 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 когда сильно искажают, да. Рама. Рама. Но есть бенгальцы, они на О вытягиваются на О. А в других регионах акают. Так, окают, акают. Москвичи акают, допустим. Потом северяне, Петербург окают. Окают, по-моему, да. Так уж. Такой диалект. То есть не принципиально? Вот. Да, не принципиально, но если вы нормально можете произнести, то произнесите нормально. Если не можете, если вы южанин там или северяне, ну что с вами поделать? Пока так повторяйте. Ори, они повторяют не Кришна, а Крюшна. Ой, Боже мой, мы и плакали, и смеялись на Киртане. Что они говорят? Крюшна. Почему Крюшна? Боже мой, мы не знали, куда деваться от этого Киртана. Хари Крюшна, и все. Где-то, Кришта. Не Кришна, Кришта. Христа отсюда идет. То есть, в разных регионах немножко по-разному. А, что ж, в Китае творится? У них там буквы Р нет вообще. Лама, лама. Хали, хали. Повторяют. Они даже букву Г не выговорят. Ганг, говорят. Ганга, Ганга. Что за Ганга? Спрашивают меня. Китайцы ко мне подошли и говорят, где Ганга? Спрашивают. Ханга. Говорят, а, Ганга. Ханга, Ханга, Ханга. Я говорю, туда, туда. а, 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 если вы никогда это не произносили. Я так и не смог. Мон мантр сказать нормально. Если я говорю, Мон мантр, француз не поймет меня. Вот вы поймете, Мон мантр, это такое место есть. Француз не поймет, не так произнесет. Ну, а американцы, Харе Кришна. Ора. Ну, у них такой аппарат, ну что, они с детства так привучены говорить. Над нами тоже смеялись над русскоязычным воспроизведением американцы? Кришна. Вы все так говорите, Кришна. Помню, один Махарат сказал, ну, нельзя так говорить. Кришна нужно говорить. Кришна. Правильно, я точно по-станскриту понимаю. Кришна, короткая. Кришна. Кришна. Кришна, говорит. Итак, они нас не переносят, мы их не переносим, что теперь делать? Пойдем все равно как-то. Терпим друг друга. Если вы нарочно искажаете, понятно, что это нехорошо, но если вы по-другому пока не можете говорить, Кришна будет слышать. Благодарю вас, я хотел по поводу просто ислама дополнить, я как бы из ислама перешел в кришнаизм, получается, стал преданным, а духовный путь начал с мусульманства. И хотел просто дополнить вот Сангетима, потому что многие мусульмане не до конца изучают ислам. Есть как бы доказательства тому, что нужно не только Куран читать, а еще хадисы, потому что ислама состоит не только из Курана, но и из хадисов тоже, весь шариат. И здесь получается пророк Мухаммад сам говорил, один из хадисов его, из всех людей в мире дольнем и в мире вечном я наиболее близок к Иисусу, сыну Мариям. Пророки братья от одного отца и разных жен. Матери у них разные, а религия одна. То есть он нес одну религию, все пророки несли одну религию, но по-разному. То есть это нужно как бы... Это из хадисов, да? Да. Благодарю. Ты ссылку потом дай всем мусульманам нашим. Арик Ильич, спасибо большое за лекцию. Вот еще вот этот вопрос вы хорошо затронули по поводу принципа додати, да? Вот. Рупа Госвами, саната на Госвами не случайно дает дарить дары, принимать дары. Это все является служением. Но у нас как-то принято, я так понимаю, что мы считаем, что если я дарю, вот это мое служение, а тот, значит, принимает, как бы он как в таком положении зависимом, то есть теперь он должен отдать. Вот такое больше понимать. Хотя по сути дела это равнозначные вещи, да? То есть если я принимаю правильно, это тоже мое служение, да? Вот. То есть и вот здесь может быть по разным, ну, в ваших рамах разных более, ну, как сказать, разные обязанности, кто принимает, кто дает какие-то вещи. Вот. То есть это однозначные, да? То есть можно служить, не чувствуя, что ты должен... Почему мы принимаем, как ты, верно ты, верно сказать, что это служение? Почему? Принимая что-то духовное, мы вдохновляемся к служению именно, поэтому принимаем. Мы принимаем милость духовного учителя, принимаем милость махамантры. Мы принимаем для служения. Это дает нам энтузиазм служить Кришне. Не для накопления, а для служения. Если с позиции накопления рассматривать, тогда неудобно брать. Как бы я у вас что-то забираю, у вас меньше, как-то мне неудобно, спасибо, мне не нужно, у меня все есть. Это светский этикет, накопительство. Поэтому мне неудобно принимать. А здесь мы принимаем, потому что нам это помогает служить, мы лучше служить будем таким образом. Но это принятие тоже можно назвать служением, да? Для служения. Для служения это делается. И для накопления, для служения. Это служение. Принимаем просад, это же служение. Это силы для преданного служения. Это служение. Ари Кришна, Махараш, спасибо за лекцию. Вы как-то на одной из лекций по интернете сказали, преданные, обратите внимание на продукты питания. Ну, попросили. Как бы вам сказать? Я обратил внимание. Многие вещи стал сам делать. Как бы сказать? Я считаю, что некоторые вещи, как бы, есть лучше не стоит. Лучше самому делать. Типа специи самому делать. Ну, вот недавно сделал из такого куска, засушил имбирь, получилось вот столько. То есть нас дурят конкретно. То есть когда покупаешь молотые, с вероятностью 50 плюс суррогат идет. Абсолютный причем. Причем, знаете, не просто там химия какая-то, а типа желатин подкрашенный. То есть животные компоненты быть. Откровенно. Еще, так бы, насчет промышленного сахара. В основном два вида промышленного сахара идет. Тростниковый и свекольный. Тростниковый сахар в основном обрабатывается, очищается. Стоят фильтры. В среднем 30 тонн, 30 тысяч килограмм. Из говяжьих костей. Как бы вот. Ну, мы как можем сделать? Потому что альтернатива как бы свекольный сахар. Потому что там нет говяжьих костей. Он обрабатывается другим способом. Ну, у нас по Казахстану 4 завода. Один чисто по тростнику работает. Два смешанные циклы. И один бурундайский. Он по одному циклу работает. Вот если всем договориться, как бы. У них произошло, потому что минимальная партия 5 тонн. То есть можно у них мешки взять. И как бы точно не будем участвовать в 30 тоннах говяжьих костей. Ну, и этому, правда, есть альтернатива. Потому что он не очень хороший. Там одна химия. Где-то в других странах поискать. Есть сахар такой, который не очищается. То есть уваривается и все. Да, там много. Там бывает много обмана. Я как-то был вот в Армении на рынке. Купил перец красный, молотый. Там такие горки. Перцы продают. Принес. Вот стал готовить. Он не острый. Не горький вообще. Я местному преданному говорю, а почему перец-то не горький? Говорит, они туда кирпич добавляют. Я говорю, как кирпич? Ну, говорит, перемолотый кирпич для веса, смешиваются. Поэтому он не острый. Там кирпича много больше, чем перца. Но по весу зато выгодно. Это торговля. Ну, насчет того, что вы насчет кирпича сказали, я так думал, это вранье. Смотрю федеральный канал российский, по-моему, РТ, что-то такое, короче. Они показывают про специи молотый. Там не просто кирпич добавляют. Там оказывается, допустим, вот черный перец молотый. Почему я говорю, что там нам самим надо как бы делать? Хочу организовать что ли, что ли, и назвать продуктами первой необходимости. Потому что, допустим, в черный перец, когда перемалывают. Там спокойно говорят. Мало того, что там не кирпич, а какая-нибудь краска. Там шерсть мышей, каловые массы мышей. Ну, такие, я думаю, прекрасные ингредиенты для предания предложения Кришны. Каловые массы мышей. Думаю, это не очень хорошо. Меня спрашивал один Браман в Индии. Как вам тебе чаван праж? Ты, говорит, пил чаван праж? Я говорю, ну, ел, да. Ну, и что ты там чувствовал? Как энергию там? Я говорю, ничего не чувствовал. Знаешь почему? Туда, говорит, добавляют сладкую картошку. И продают. Это, говорит, не настоящий чаван праж. Так что ты прав. Надо, да, вот, свои производства организовать. Извините, пожалуйста. Там просто другие приедут. Хорошо. Спасибо. Это хороший момент практичный. То, что важно. Я хотела добавить касательно ислама. Слышно? Что, вот, говорится, нет Бога, кроме Бога. Ля-ляха и ля-ла. То здесь имеется в виду об единстве. Что Бог един. На самом деле, если... Это все человеческие факторы, если есть какой-то конфликт. А если изучать ислам и вглубь, то там очень много есть ссылок. Моисей, алейхисалям. То есть, Моисей, мир ему. Моисей, алейхисалям. Иисус, мир ему. Там обязательно почтение всем пророкам. И там как раз-таки об единстве. Я даже сама, когда изучала арабский язык, одна моя сокурсница принесла махамантру. Я тогда там услышала махамантру и говорит, давай будем вместе читать 108 раз и будем счастливы. То есть, на самом деле, те, кто истинно понимает ислам, они очень миролюбивы к духовному пути. Вот я об этом хотела сказать. А конфликт – это человеческий фактор. Угу. Спасибо. Очень хорошо. Ваша ученица из Москвы просила задать вопрос, что есть ли есть склонность открывать сердце Кришне как лучшему другу, обращаться перед алтарем или в письмах, раскрывая даже негативные чувства и мысли. Это будет не оскорбительно по отношению к Кришне? И будет ли это на самом деле обращением к Господу, о невыдуманной вещью? Это вопрос искренности. Все что угодно может быть спонтанно, да, обращение к Богу, если оно искренне, то это правильно. Если даже по форме не очень, может быть, соответствует писаниям, каким-то рекомендациям, но искренне это делается, он принимает. Это его право. Он не обязан следовать правилам предписаниям, но если, говорит, с любовью и преданностью, искренне, он принимает. Видите, он об обрядах даже не говорит ничего. Как? В какой форме предложить? С колокольчиком, без колокольчика, на каком подносе? Это уже детали, которые даются подчератрики. Но здесь он даже об этом не говорит. Просто с любовью и преданностью и все. И все. Я приму это. Если даже ты не знаешь всех тонкостей этих обрядовых действий. Если нет любви, тогда важны именно вот эти детали обрядовых действий. Нужно знать эти правила, которые могут помочь нам настроиться на поклонение. Но если есть любовь, то даже это уже становится неважно. Харе Кришна, спасибо большое. А еще вот один вопрос у меня такой. Вот если мы с любовью, в чистой одежде, со всеми возможными стандартами готовим шарики на Харинаву, то в правильном настроении, погружая свои мысли в катху, то вот люди, которые получают вот эти шарики на улицах, ну, это же миссия Господа Чайтани, они же получают шанс, правильно? Ведь, ну, вот вы сегодня просто сказали, что Кришна – личность, и, ну, как бы от Него зависит. Вот. Но если преданные идут с Харинамой и воспевают святые имена, они фактически просят, ну, то есть, во-первых, они следуют миссии, а во-вторых, они просят Господа, Господа, чтобы вот он распространялся, ну, то есть, они являются инструментом распространения миссии Господа Чайтани. В таком случае это же, ну, Кришна же, наверное, как-то должен раскрыть в своих сердцах тех, кто шарики-то эти получает. Ну, конечно. Да? Сомневаешься в этом? Нет, я хотела убедиться. Спасибо большое. Мы уже миллион раз убеждались в этом. Чудеса происходят, когда распространение происходит. Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вот вопрос, вот Матыш задавала про привязанность, да, колени? Вот вы сказали, что если какая-то привязанность у человека, то огромная разрушающая сила. Почему так возникает такая бена? Огромная и разрушающая? Если мы любим материальной привязанностью, развивается сильное чувство собственности, порабощается объект. Это допускается только между мужем и женой, и вот родственниками. Но не больше. Если это расширяется до размеров, скажем, общины, страны, нации, национализма, это очень опасно. Вражда ужасная будет. Если мы любим вот с такой материальной привязанностью. Это Кришна сказал на Курукшетре, на Курукшетре, где было жертвоприношение Васудевы, не на битве. Он говорил мудрецам, в одной шлоке он выразил все смысл в ведическом писании. Одна шлока есть такая. Если человек себя отождествляет с телом из трех составляющих желчи, слизи и воздуха, если поклоняется месту, где он родился, если побочные продукты тела считает своими родственниками, так говорит Кришна, то он подобен о слуле корове. Насколько это опасно. И пример Бхагавадхиды именно об этом, что вся война, это вот случилась ужасная война, кровопролитная война, братубийственная война, только потому, что внутри рождества были пристрастия к собственному сыну, а не к истине. Только по этой причине. Это очень опасно. Любовь в материальном мире это сильнейшее чувство собственности. Вот что происходит. Поэтому регулируйте описаниями, как должна жить греховство, чтобы не стать вот таким жадным собственником, и чтобы не стать вот этим как семейственным, семейственным, как называется, привязанство развивать, да? Принимать гостей, совершать жертвоприношения, все это должно вот нейтрализовываться таким путем. Это опасно. Все грехометки, семейные люди, это грехометки обычные, они завидуют друг другу, у них нет любви. Между семьями нет правильных отношений, они завидуют. У кого какая мебель, квартира, у кого какая машина, у кого какая жена, какие дети, а у нас то-то, а у них то-то, а у нас то-то, а у них то-то. Давай у нас тоже, чтобы было так, лучше, чем у них. Это ужасная культура отвратительная. Они не радуются успехам других. Зависть. Это ужасно, это ужасная культура. Если Бог один, то мы все одна семья. Вот о чем речь идет. А так, мои дети, ваши дети, ваши дети меня не касаются и так далее. Я был в 72-м году в Алматы. И старики на улице учили всех детей без разбора. Если кто-то жил неправильно, никто мимо не проходил. Иди сюда. И все, дети подходили и слушали. И он говорил, дед, вроде что ты делаешь, почему так тебя все ведешь? Так нельзя делать, понимаешь? Все, иди. Вот она, вот эта, правильная культура. А это не мой ребенок, пусть делает, что хочет. Но это одно общество. Ребенок-то ваш, а общество-то одно. Мы в одной среде живем. И ваш ребенок потом станет бандитом, и это будет опасно для меня. Вот что происходит. Поэтому вот эта ловушка моя говорит, что мы привязаны именно к своим только родственникам, а других людей уже не считаем близкими людьми и важными. для этого нужно осознание Кришны. Мы духовные существа. Отчет готры семья Бога. У меня тоже вопрос. Мы сейчас заговорили про детей и прям прочитали то, что у меня в уме. Вот вы встречаетесь с подростками. Огромнейшая благодарность у меня дочь возвращается после этих встреч. Она очень наполненная. я хотела спросить у вас, судя по тем вопросам, которые они вам задают, и то, что вы на тонком плане видите, скажите, пожалуйста, какие бы вы дали советы родителям этих детей и других, что делать лучше, что в принципе делать, чтобы они были счастливы? Чтобы дети были счастливы, нужно с ними жить. Не просто пребывать в одной квартире время от времени. Нужно жить одной жизнью. Вот что такое семья. Моя дочь писала мне стихи о моем служении. Она понимала, чем я занимаюсь, а я знал, что она делает. У нас было о чем поговорить. Мы были всегда друзьями. Она была абсолютно равна с шлемом семьи всегда. И мы всегда жили одну жизнь. Вместе творили, вместе все обсуждали. Вместе духовно развивались. Живите одной жизнью. Касательно вопросов детей, и вообще поколения. Шлопрепадра часто слышу я, он говорит по поводу того, что каждым поколением люди будут все слабее и слабее. Относится ли это к преданным? Ну, поколение преданное, детей преданное. физически, физически, да, атмосфера такая. Но если у нас, как вот было сказано, будет свои производства, свои продукты, это очень сильно поможет нам быть здоровее. Получается, он говорит, именно физически слабее, память слабее, это иммунная система, физическое здоровье, память, вот такие факторы, психофизические факторы имеются в виду. Духовно нет. Духовно мы должны стать сильнее. Всегда будем сильнее развиваться. Что касается нашего существования, материальный мир будет ослабевать атмосферу нечистое вокруг. Болеть будут, Болеть будут уже, помоложе будут болеть уже, да? Как бы никак, допустим, наши родители. Я вижу, что сегодняшние преданные, ну вот, современные люди, которые становятся преданными, да, молодые, они более уязвимы, более слабые к наставлениям. Даже страшно давать им наставления. Они могут обидеться на всю жизнь потом. То есть, в таком случае тяжелые становятся. Не говоря уже о западных людях, где вообще невозможно даже спросить, в кого ты веришь вообще. Это уже как оскорбление будет. Мы в Швеции, у нас человек посадил в машину подвезти, очень хороший денег не попросил, там местный житель. Мы разговаривали, как могли, там на английском языке. Он говорит, а, я знаю, ваши книги у меня есть, Харикришна. Так радовался тоже, и мы радовались. И мой друг спросил, а ты принципы регулируешь, соблюдаешь? И все на этом, все на этом, блок полный. Это было просто оскорбление. Обычно нормальный вопрос. в нашей среде мы можем спросить, какие принципы соблюдаешь сейчас, какие не соблюдаешь. Он скажет, что такие еще не соблюдаю. Это соблюдаю. Но там, если ты уменьшиваешься в мою личную жизнь вот таким образом, то есть это вот современная жизнь. Обидчивые люди очень. Гордые, более тонкая гордость у них. А пропад, когда ему говорили, ваши ученики некоторые 16 кругов не повторяют сейчас. Пропад говорит, они животные. Это животные, говорит. Все, вот так, все, все было понятно и ясно. Никаких обид. О, так это животные? Нет, я не буду животным, я буду повторять 16 кругов. Не такого, мне назвали животным, я ухожу отсюда. Гордое животное такое, Как будто после этого это не животное, еще большее животное. Я кормил лебедя на лодке, мы там остановились, там в зажатых кувшинок. Там пара лебедей жила, прилетела. Мы взяли с собой специально хлеб. Я стал бросать, он стал подплыв, близко совсем. Вот так вот. Я вот такие кусочки отрывал и бросал. Он спокойно с воды ел. Я одним кусочком попал до него. Он обиделся. Так отвернулся вообще. Так на меня посмотрел вообще. Я ему бросал, не ест. Я говорю, ну извини, но нечаянно. Ну ладно, он сказал, с мастерами. У них тоже это есть. У них тоже это есть. У птиц это есть. У животных это есть. Мы должны чем-то отличаться от них. Ари Кришна. У меня вчера после Киртана возник вопрос. Вы говорили после Киртана о том, что святое имя это Васту. То есть это то, что существует само по себе, независимо ни от чего. И святое имя это сам Кришна. Он не отличен от своего святого имени. Но как так получается? У нас же есть опыт, что эффект от Киртана он зависит от того, кто ведет Киртан. Зависит от того, кто вместе с ним поет Киртан. В каком настроении, в каких обстоятельствах. Как получается так, что независимое святое имя по факту вот у нас внутри зависит как-то от этих вещей. В какой степени человек предается, в такой степени награждается. Так Кришна говорит в Бхагавадьете. Вот в какой степени предается, в такой степени вознаграждается. Поэтому зависит от ведущего его сознания Кришны. Насколько он предается в Киртане, настолько Кришна проявляется. Поэтому мы хотим, чтобы вел Киртан наиболее продвинутый, преданный. Если старший Вишнав приходит, мы уступаем местом, что через него Кришна проявится больше. Справедливо, беспристрастно. Сознание Кришны это осознанность. Это моя осознанность. Мое сознание Кришны должен быть. А Кришна проявляется в соответствии с моим осознанностью, желанием. И немножко больше милости. Неожиданной. Он ценит наши усилия, если даже мы не осознаем, но мы пытаемся больше, лучше это делать. Он это ценит. Он всегда больше ответит, чем мы. Чем мы совершаем усилия, он больше это сделает. А то, что мы произносим, это по-настоящему святое имя или нет? Ну, в том смысле, что вот Аджамила он произнес именно Райаны. Он же имел в виду своего сына. И тем не менее к нему пришли Вишнадуты, освободили его и так далее. Рама, это, допустим, может быть, оконная рама. Слово совпадает. Но даже это очищает. Сама вибрация звука очищает. И, конечно, если даже неосознанное святое имя очищает, то что говорить об осознанном святое имя в какой степени? Рама. Я помню в школе у нас учили «Мама была Раму». Я здесь я пропомню «Раму, Раму, Раму». Раму. Не мог понять. О чем речь идет не мог понять. Это слово «Рама» почему-то меня запомнилось. потому что слово «Рама» это имя Бога. И оно означает радость. Если вспоминаете Господа Раму, вы чувствуете радость в сердце. Глубокую радость. Ари Кришна, а скажите, пожалуйста, вот по поводу распространения прасада. Это зависит от того настроения, с которым ты его распространяешь? Потому что иногда, вот как вы описали, когда вы с таким энтузиазмом даже в такой форме его распространяли, то люди на это отреагировали соответственно. А иногда бывает, что реагируют совершенно по-другому. От чего это зависит? Большинство. Не важно. Важно, что у тебя есть служение в сознании Кришны. Остальное по-разному может произойти. Будь просто внимательна. Кришна верховный духовный учитель. Он всегда нас чему-то учит. Правильно мы что-то делаем или не очень правильно. Он всегда нас чему-то еще больше научит. Если даже все правильно делать, и бывает, что нет экстаза. Замечали это, да? Все правильно сделал, но пусто на сердце. Бывает, думаешь, ну кто я такой вообще непредный, то что я тут делаю? Все как-то странно, и вдруг чувствуете Кришну. Тут как тут. Он решает, он независим, вас тут. Но он это делает, как верховный духовный учитель. Мы не знаем, как он нас освобождает. Это нам недоступно для понимания. Если я в яму чуть не свалился глубокий, держался за край, брат мой кричал и плакал, потому что я мог разбиться. Он меня тащил за руки, но не мог вытащить. Он бежал кого-то искать, и никого не было с другим. Я висел долгое время, и в конце я нашел какого-то мужчину, и плачущий брат тащил за руку какого-то мужчину и показывал на меня. Тот просто подошел на руку и взял меня вытащил и спросил. Как он это сделал? Никто не мог, взрослый может. Конечно, все может. Как спастись от этого гнева Индры никто не знал. Град вот свечиной голову падал. Погибали, деревья ломались, там все такое, животные страдали, люди. Говорят, да, они. Молнии, там, вода была как трубы, да, потоки воды, стволы деревьев. Все смывало, все затовало, холод был страшный, тучи покрыли, все, тьма была, как ночью. Но что делать? Ни выхода никакого нет. Град поднял, иди сюда, все поднял. Мы не знаем, как он это делает. Но это описывается, он делает все, что угодно, у него нет проблем. У нас столько кармы, столько долгов. Да мы не расплатимся за вечность, наверное, за то, что мы натворили. Но он просто нас забирает и все. А как с законами вселенной? Не нарушая законы вселенной при этом, он все может. Царь может сделать так, может спуститься в тюрьму, освободить любого, кого считает искренним исправившимся человеком, можно сказать, его отпустить и все. Никакой кармы. это же Кришна. Но в какой степени я его осознаю? Если вы верите, что он может поднять хом гаврадхан, тогда ваше сознание развито. Если вы в этом сомневаетесь или считаете просто, ну, история интересная, это другое. Если вообще-то отрицаете, это третье. Но если у вас именно такая вера, и тогда вы что, вы слышите, восхищаетесь, Кришна, понял хом гаврадхан, чтобы защитить своих преданных. Как удивительно это. У вас даже сомнений нет. Это сознание Кришны. Считайте, что вы под полной защитой, что над вами всегда хом гаврадхан. Вы даже можете видеть его. если есть вера. Он всегда защищает преданных. рач. Харикришна, спасибо большое. У нас истекло время, которое было отведено под вопросы. Спасибо большое за лекцию. Приятное спасибо за ваши вопросы. Теперь мы переходим к еще одной сладкой части нашей программы. Пожалуйста, дорогие преданные, маты у нас здесь выстраиваются. Прабутам начнет первое читание Чандра Чарантрабу и Масушка Горы Чандрик. Давайте я немного попою, а потом, а вы начинаете. Я немного попою. Дорогие преданные, в центре давайте освободим место. Здесь будет у нас проходить церемония. Спасибо. 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 Субтитры Редактор субтитры Редактор субтитры Редактор субтитры 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 Редактор субтитры Редактор субтитры Редактор субтитры Редактор субтитров 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 Корректор Редактор субтитров 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 Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok